шалом всем сегодня мы будем учить недельную глава хайей сара она начинается может быть в начале предисловия и было жизни сары 100 лет и 20 лет и 7 лет годы жизни сары мы сегодня посмотрим что вообще тора никогда не пишет что-то лишнее если она пишет какую-то информацию от этой информации мы должны научиться чему-то да мы вообще все поколения так она пишет эту информацию здесь мы даже обратим внимание вооруженным глазом видно что тора повторяет и было жизни сары 100 лет и 20 лет и 7 лет и в конце уже заканчиваются годы жизни сары чтобы не хватало бы если бы написали 100 сары были 127 лет и все потом написано годы жизни сары ну здесь раши приходит и объясняет что пыли это говорит раши ляма лихтав шана быхоль шан да почему написано шана год 100 лет и так далее и так зачем годы вот эти написано потому что каждая это не драж это учится ляма лихтав в общем она была столетняя как двадцатилетняя на хэть то есть у нее не было грехов так же как и двадцатилетие летняя не грешила также сто лет не грешила до 20 лет имеется ввиду что нету наказание небес до 20 лет то есть 13 лет мы обязаны мальчики 13 девочки 13 лет обязаны выполнять заповедь но наказание небес идут только с 20 лет у нее не было никаких то же самое дальше раши говорит нам бад кув белохэн бад кав кебад зайн ле йофи она была 20 летняя как семилетняя красоте хорошо то есть здесь говорит какая она была полноценная наша мама и в конце написано шней хайей сара годы жизни сары зачем это написано даже понятно и без этого пишет раши кулян шавин летова все эти годы они равны к добру равны к чему-то хорошему и здесь многие задают вопрос как мы можем сказать что у нашей мамы сары вся жизнь была хорошей ну как то может быть она во первых до ее мужа кидают в печку чтобы его убить ее там в общем она до 90 лет у нее нету детей в общем несколько раз ее забирают от своего мужа и а в имелях царь в плещими и фараон забирает ее она находится в опасности потом когда рождается у авраам и шмаэль и агарь в общем ее мучают потом в общем у нее кучу всяких неприятностей в жизни как можно прийти и сказать что кулян все без исключения шавин летова они равны к добру так надо здесь сказать это очень актуально для нас потому что сегодня мы тоже переживаем очень много неприятностей есть у нас люди которые оторваны от своих домов на севере и на юге есть у нас заложники есть у нас убитые солдаты есть раненые солдаты в общем и мы не знаем куда это война еще идет и как она закончится и вот мы задаем себе вопрос куда это все так смотрите пишет нам раши кулян шавиле туба это все к добру смотря как смотреть на ситуацию да это неприятность но это неприятность наша мама брала она же понимала что это все от всевышнего она же знала что всевышний контролирует всем и она верила что это к добру и действительно использовала вот эти кризисы использовала вот эти моменты неприятностей для того чтобы более возвыситься более возвыситься к любви богобоязненности всевышнего кулян зая лето ва бусы пошел ва зе асау таю тер тува это сделало ее более лучшего человека также мы еврейский народ когда переживаем какие-то моменты мы тоже обязаны должны знать что есть у нас папа который любит нас любит иногда есть подсчетчины иногда есть неприятности но по любому вот эти все события они превратят нас лично наш народ лето ва это будет к лучшему и будет к добру это первое то что хотел сказать потом мы видим обратите внимание я почитаю авраам умерла сара да давайте прочитаем и умерла сара в кириат армии он же хеврон в земле кнанской и пришел авраам скорбеть по саре и оплаковать ее до приходит авраам оплакивает ее и поднялся авраам от умершей то есть оплакивать когда есть ситуация действительно неприятная ужасная потерял свою любимую жену но он сейчас понимает что надо ее похоронить есть митцва есть заповедь похоронить и смотрите как тора нам пишет подробно как авраам ведет переговоры для того чтобы купить землю для того чтобы похоронить нашу маму сару смотрите что пишется да и он поднялся от умершей несмотря надо подняться надо сделать что-то своей и говорил сынам хитей хитей то вы следующее пришелец и оседлый я у вас да то есть я и пришелец гервы тушав с одной стороны я герв я пришелец я не местный но с другой стороны я тушав я живу здесь с вами сейчас да дайте мне участок для погребения у вас и похороню умершую мою от лица моего это тоже интересно очень обратим внимание он просит у них место для того чтобы похоронить и здесь интересно он пишет от лица моего зачем эти слова тоже написано я похороню ее все понятно от лица твоего понятно ты похоронишь что и похоронишь что это такое умершую от лица по его так он просит участок земли чтобы похоронить ну смотрите как вежливо отвечает ему хитейцы хитейцы отвечает и отвечали сыны хите хите хейта кен аврааму и сказали ему послушай нас господи ты мой князь боже ты среди нас смотрите какое уважение да в лучший из гробниц наших похорони умершую твою никто из нас не откажет тебе в своей гробнице для погребения умершей твоей смотрите какая прям вежливость он просит похоронить ему надо захоронение так он пишет да и дайте мне я пришелец у вас дайте и он говорит да как он пишет пришелец у вас дайте мне участок для погребения они говорят пожалуйста нет никаких проблем ну смотрите здесь в принципе должна бы вся вот эта история закончится они тебе нужно похоронить цару они согласны чтобы ты ее похоронил ну все нормально похорони ее ну смотри что происходит дальше кому то здесь не закончилось то дальше и встал Авраам и поклонился народу земли той сыном хитейцевым и говорил с ними так если есть у вас желание похоронить умершую мою от лица моего опять обратите внимание умершую от лица моего то послушайте меня и попросите на меня эфрона сына цохара чтобы он отдал мне пещеру махпеля которая у него ту которая на конце поля его за полную плату пусть отдаст семье пред вами собственность для погребения то есть он говорит слушайте вам спасибо но я хочу место вот это у эфрона есть хитейц да эфрон у него есть место там есть пещера и я вот есть там поле я ему заплачу вот я прошу чтобы хорошо тоже непонятно почему ему так важно взять у эфрона эфрон же сидел среди сынов хитейцев и отвечал эфрон хитейц Аврагаму слух сынов хитейцев перед своим перед всеми входящими в рот огороды его и сказал нет господин мой он говорит слушай что ты хочешь чтобы я тебе продал это за нет он не согласен опять таки обратите внимание зачем это все Тора пишет да зачем это вот это что это учит нас нет господин мой послушай меня поле я отдал тебе и пещеру что в нем тебе я отдал ее пожалуйста бери на глазах сынов народа моего я отдал ее тебе похоронил умершую твою опять смотрите какая вежливость приходит он говорит ему давай я тебе даю это бесплатно зачем тебе платить да пожалуйста все что тебе надо я даю Авраам хочет покупать за деньги ему дают ему дают это бесплатно и говорил он эфрону слух народа страны и сказал если бы только с меня послушал я даю тебе серебро за поле возьми у меня и я похороню там умершую мою Авраам обвину говорит нет я хочу тебе дать серебро я хочу заплатить за это он говорит ему возьми здесь Авраам говорит нет я хочу заплатить и ответил так эфрон Аврааму сказав ему господин послушай меня земля в четыреста шекелей серебра между мной и тобой ну что это что она а умершую твою похоронил и внял Авраам и отвесил Авраам к эфрону серебро о котором он говорил слух сынов хитейцев четыреста шерекеля северевря кэн ходячему у торговицев и стало поле эфрону которое махпеле против мамрей поле и пещера в нем и все деревья которые в поле во всем пределе его вокруг за Авраамом как покупка предотчими сынов хитейцев перед всеми выбрали сварат из города его и после этого Авраам похоронил и так далее и так далее ну смотрите вы все понимаете что здесь есть у нас слишком большая в общем обсуждение и слишком много пишется вместо того чтобы написать Авраам там в конечном итоге купил землю и похоронил да и о чем здесь идет речь по простому мы должны понимать что здесь конечно учит нас и может быть все человечество что такое похороны вот почему еврейский народ это вот начинается вот здесь сейчас в нашей недельной главе так важно где похоронен человек с кем он похоронен казалось бы какая разница уже жизнь закончилась да понятно при жизни где ты живешь с кем ты живешь кто твои соседи а здесь зачем это так важно так на эту тему во первых мы видим что Аврагам он хочет купить ему недостаточно просто похоронить где попало он хочет купить семейный участок да это то что он просит тнули ахузат кемер дайте мне удел дайте мне участок они ему отвечают похоронить зачем тебе участок то есть у нас по правилам мы не продаем участки похоронить где хочешь да нет Аврам договаривается в конечном итоге за большую сумму чтобы ему дали именно участок земли и давайте сейчас посмотрим есть удивительная комментария в чем здесь была вообще идея говорит нам Мидраш Мидраш говорит так сказал Раби Элазар Кама диет мушпахот в Кама кульмусин миштабрым то есть сколько чернила и сколько перья ломаются имеется ввиду это написано очень много можно было коротко это все написать то есть когда мы пишем Тору там и чернила требуется и перья которые ломаются кидей лихтов асарапа амин бней хет и вот в этой истории если посчитаете там десять раз написано сыновья хета они были владельцами хитейцы были владельцами тогда вот этой территории и там написано десять раз сыновья хета сыновья хета как он покупает как он договаривается и так далее и что это почему это так написано говорит мидраж почему это десять раз написано сыновья хета ле ламдеха шеколь мишу меварер михошель цадик то есть это ле ламедути это учит нас малу меду маламеду там что это учит нас шекола меварер человек который выясняет разъясняет приобретение цадика да приобретение цадика когда цадик приобретает киилю кием эссер это диброд он как будто бы в общем соблюдал десять речения творца десять речения это самое то есть это было важно это было выделено от всей торы конечно у нас есть шестьсот тринадцать заповедей но в этих шестьсот тринадцать заповедей есть десять речений вау это много заповедей десять речений да так вот как будто ты соблюдал вот эти десять лечений и поэтому пишут это много ки-ма-ше-и-риха ну хорошо мидраж говорит очень хорошо но мы должны понять глубину почему так тора говорит Почему Тора, она так долго это писала, и всякие подробности и так далее, что это все. Это для чего это все есть, для чего это было? Приходит нам Кеавраам Иштадель Безе, то есть он говорит, уважаемый, Аврагам, он человек. И мы люди, которые созданы, то есть еврейский народ и Аврагам, для того, чтобы влиять на человечество. Влияние на человечество – это самое главное то, что есть у еврейского народа. Влиять, то, что есть Творец, влиять истину, влиять, как управляется этот мир Творцом, что он вообще управляется Творцом и так далее. То есть это влияние, духовное влияние на человечество. Так одна из вещей, которые мы должны научить человечество – это Кеавраам Иштадель Безе. То есть он старался линтоа белева амин, то есть посадить, повлиять в сердцах народа пина гду ла ми пина та дат. Это очень важный край, это очень важный нюанс, который связан с дат, с религией, связан с истиной. Понимаете, кроме того, что есть Бог, то, что Бог управляет этим миром, все это замечательно, Авраам это делал всю жизнь. Но Авраам хотел разъяснить вот этим хейцейцам еще один важный момент такой. Шиуа эмуна – это вера. Понимаете, есть Бог, хорошо, Бог есть и так далее. Но что происходит с человеком, с телом после смерти? И вот эта вера, что есть, и шаарута нефеш, что душа человека, то есть личность человека, она вечная, да? Так это надо научить хейцейцев. Во-первых, душа она вечная, и есть награда в будущем, которая будет и душе, и телу. То есть тело, обыкновенное тело, наше тело, тоже ему будет в будущем вознаграждение. Вот эти гуфим, вот эти тела, мы знаем, одна из принципов, важных принципов, все у нас важное, да, основы веры – это воскрешение мертвых. Нам кажется, мы похоронили все, конец. Ответ, во-первых, душа, она вечная. То есть вот эта нефеш и нишэрыт, она никуда не уходит, она никуда не испаряется, она вечная. Поскольку это частичка божественная, которая Всевышний вдохнул, Всевышний, он вечный. Так вот эта божественная душа, она тоже вечная. Это раз, и вот она получает вознаграждение, да, или, не дай бог, наоборот. И второе, то, что важное, то, что тело, оно тоже пока на захоронении, пока оно там бережется, но оно проснется, когда придет время, когда будет великий суд, будет воскрешение мертвых, это одно из самых важных вещей. Будут те, которые на вечную жизнь, а есть будут те, которые вообще не встанут на вечную жизнь. Ваатидим, говорит нам дальше, я читаю Мальбим, Медраж, и Мальбим объясняет. Ваатидим, цадыким, кэн, шиям дубели вушээм хайну бэгуфээм агашмиим. То есть цадыким, когда встанут на воскрешение мертвых, они встанут в своей одежде. Что значит своя одежда? Имеется в виду свое теле, потому что наше тело – это одежда нашей души, нашей личности. Когда мы видим человека, который умер, мы говорим, это его тело. Кого тело? Той души тело. То есть это одежда той теле. Так вот эта же одежда, в которой ты находишься в этом мире, человек просыпается. Бэгэм бэхаима рюши аль кэн и поэтому. Вот это очень важный момент, когда Авраам Абину пытается это все объяснить. И поэтому для хитейцев, сейчас посмотрим, все это было дико, все это было примитивно. О чем ты говоришь, человек умер – это конец. Больше там ничего нету. Приходит Авраам, говорит, нет, уважаемый. Мы верим в вечную душу. Мы верим в тхият амитим воскрешение мертвых. Поэтому надо гуф амит, надо вот этому телу, который умер, приготовить место важное, междопочетное, там, где будет он храниться пока. До времени, когда будет тхият амитим – воскрешение мертвых. Это важно, чтобы он был вокруг своей семьи и праведные люди были с ним вместе там. Потому что это важно, какое это место. То есть это не то, что так же, как и мы в этом мире живем, мы выбираем, хотим жить с хорошими соседями и так далее. То же и там, в Эн-Ковре, есть анаха такая. Нельзя хоронить злодея, там полностью злодея, даже еврея, с праведником. Нельзя такого делать. Там была история в Танахе, как Всевышний кто-то похоронился вместе с великим пророком, но он был злодеем, так Всевышний сделал чудо, что он проснулся с могилы, этот злодей, потому что он лежал с праведником, прошел какое-то место и там упал и похоронился в другом месте. Потому что Всевышний не допускает, чтобы злодей был похоронен с праведником. Для них, хитейцев, это было чужое. Они этого не понимали. Они этого не думали. Что они думали? Так они думали очень просто, что они думали. Они думали. Все уже говорит. Мертвый – эта тема закончилась. Это конец уже. Никакого от этого ничего не будет. А то, что ты говоришь, там, судя души, там есть такие души, которые, она вечная, уважаемая, это все глупости. Ничего там нету. Это то, что говорили хитейцы. Авраам, он пытался, он делает для того, чтобы распространить. Поэтому он с ними, они говорят ему, «Хаквура», они так считали. Что такое «Хаквура», только, ну, они тоже захоронили. У них же тоже есть похороны. Зачем у них похороны? Это не для мертвого. Это для живых. Что-то хочет, чтобы мы вонючее тело здесь держали каким-то образом. Надо как-то избавляться от тела. Поэтому его надо похоронить. Пока оно там пролагается, все там сгниет, все там и так далее. А потом оттуда берут из этой могилы, выбрасывают эти кости в другое место. Понимаете? К сожалению, сегодня тоже есть государство, которое, в общем, через какое-то время, они вытаскивают останки из могилы. И, в общем, потому что есть действительно дефицит в могилу, место захоронений, могилы и так далее. И поэтому так делают. И они должны, чтобы, если кто-то хочет, чтобы не вытаскивали, так надо прийти и заплатить там что-то и так далее. У евреев это категорически запрещено. Такого не делают. Потому что у нас это место для тхьян-апитин. До воскрешения мертвых. А они считают, это надо просто избавиться от этого тела. Потому что оно нам мешает, оно воняет. Потому что это бизьон-апитин, потому что это не берегает живых. У мишума сирахон. В ахарках хаю, мы фаним это кемер. Это сирахон, там будет вонять. Там будет вообще все разлагаться. Понимаете? Это у него была идеология. А Авраам, полностью у него другая идеология, как мы объяснили. Так вот этот Маасе, когда Авраам хоронит цару. И вот этот весь диалог. Шая бы персума Авраам на тан ба адаме арахон раф. В общем, вообще это было бы персум. Как там написано. Перед глазами всех хейтеров. Перед глазами и так далее. Это было в городе. В общем, это было все бы персум. Это более все. Как-то рекламировано. Это было не просто где-то в каком-то офисе. Они завершили сделку. Так он повлиял. Мы сказали, наша цель влиять. Так он научил хитейцев. Что в этом мире у нас в конечном итоге остается четыре локтя на захоронение. В общем, в общем, этот мир, он только подготовка к следующему миру. Поэтому он говорит с одной стороны. Уважаемые, уважаемые хитейцы, гер – это пришелец. Гер – это непостоянный житель. Ветушав – это постоянно. Тушав я, а не тушавку. Я здесь житель, что он здесь говорил, Авраам Амином. Он ему объясняет жизнь вот этого мира нашего, где мы живем. А нах мы погерим. Мы здесь пришельцами. Мы не вечные. Это то, что он пытается объяснить им, уважаемые. Поэтому дайте мне ахуза, дайте мне участок для того, чтобы похоронить. Помните, я задал вам вопрос, почему здесь написано «эквера милефанай». Милефанай имеется в виду «передо мной». Он сказал «перед моим лицом». Что же перед моим лицом? Ты похоронишь, так похоронишь? Нет. Это только перед моим лицом. Она вечная, Сара. И любой человек, который умирает, он остается там. Передо мной его не хватает. Но, конечно, он существует. Понимаете? Когда мы прячем чего-то дорогое. Он будет беречься там. Что-то дорогое. Придет время, когда мы возьмем это. Но пока это там. Они сказали, слушай, какая разница, где хоронить. Возьми любую могилу, которая тебе нравится. Покорони. Так и так. Мы так все выбрасываем потом останки через какое-то время, когда все там гниет и так далее. Зачем тебе земля? Ты хочешь купить себе землю для хоронения? Зачем тебе? Обратите внимание. Мы покупаем. То есть, Авраам, Авилу, наш папа, купил меарат המחпела. Меарат, это пешера. Махпела. Это как будто двойная. Там был структурой. Двойное. Шая байт в Алия. То есть, там был как дом и второй этаж. Это махпела. То есть, там пешера двухэтажная такая. Пещера над пещерой. И что он говорит об этом иными словами? Это тоже, как он объясняет. Вы видите, это марат Махпела? Адамба уламазе. Есть первый этаж. Низкий этаж. Этот мир, он униженный. Он внизу. Шиеш альгабея. Но над этим миром. Униженным. Есть мир. Ильон. Есть мир. Выше. Есть мир, который над всем этим гораздо важнее и гораздо духовнее. Потом он говорит, ты знаешь, после того, как человек умирает, тело внизу, но ты не думай, что полностью есть отделение между телом и душой. Вот это второй этаж, как будто душа, она хофефет. Душа находится над этим телом постоянно. Есть ган-эден-эльон, ган-эден-эта-хтон. В общем, с райского сада она находится там. Обратите внимание, Авраам Афину приходит и говорит, ты знаешь, где эта мера? Она на краю поля. Что значит на краю поля? Шусофа Адам. Край. Край жизни. Конец человеческой жизни. Все, что он делал. То, что он делал в поле. Имеется в виду в поле жизни своей. Веколь еги-оу, ва-ам-а-лоу. Все его старания. Все его труды. Ва-удия, ки-кнезут бекесев мале. И мне вот это надо купить полными деньгами. Ки коль ахапацим льо швуэлла шараа зод. Ашер ахерима Адам. Квар бэр вазор. Ки арба меот шекель. И так далее, и так далее. И это то, что написано. Что здесь очень важный момент. Это как 10 деброд. То есть здесь эмуна. Есть вера. Есть награда. Есть, не ворот, наказание. А поэтому Тора таким образом она пишет и разъясняет это, когда Авраам покупает. Но я хочу вам сказать еще один момент. Казалось бы, Авраам первое, то, что он покупает, он покупает могилу. Ну, извините, мы же хотим жизнь. Понимаете? Авраама вину, действительно, у него были обстоятельства. Сара действительно умерла. Нужна могила. Так он покупает могилу. Это очень хорошо. Но мы в Эрат-Исраэль живем, чтобы жить не только для могилы. Правда, что когда человек, он полностью соединяется с этой землей, понимаете, когда его хоронят, так он стает частью этой земли, которой Безратошем будет у нас тхиятом идти в воскрешение мертвых. Вот этого он, так же, как и зерно, семечку, которую сажают, она полностью интегрирована, она полностью смешивается с землей, и оттуда потом растет расток, который потом приносит благословение миру. Так растут все семена, которые мы сеем. Так же будет тхиятомитим. Но, тем не менее, мы хотим жить. Но обратите внимание, как написано. Написано, когда он покупает эту землю, там уже важно, Тора приходит, говорит, узнай, говорит, да, это начинается с того, что мы купили землю для того, чтобы похоронить Сару. Но после того, как он дает ему деньги, да, он ему дает деньги, и как написано, смотрите, это удивительные слова. Я почитаю на иврите, а потом переведу здесь на русском. Ваяком саде эфрон. Как будто вот этот саде, ваяком, он встал. Понимаете, он лежал, либо сидел. Он находится в другой, в совсем позе, в совсем состоянии. Ваяком. Саде, как здесь переводится, ваяком и стало. То есть, может, просто стало поле написано. То есть, действительно, это поле стало. До сих пор это не было поле такое, которое. Ваяком, эфрон, ашер, и смотри, что пишет. Он не только купил пещеру, там, где он похоронил Сару. Асаде, поле. Ваяком, эра. Это пещера. Ашер, во. Вехола, эц. И любое дерево. Ашер, басаде. То есть, деревья, которые были в поле. Ашер, бахвуло. Савив. Который был в границе вокруг. Ле авраам, ле микнеле, небнехэль, бахоль шаре бейро. То есть, здесь не только идет речь на похоронение. Здесь идет и рождается жизнь. Какая жизнь? Не только, когда будет воскрешение мертвых. Сейчас деревья, поле, процветание. Это то, что покупает Авраам Авину. Да. Так есть, здесь, конечно, много разного. То, что мы выучили. Кэн. Главное, мы выучили, что все, что делается, это летува. Сделать нас, да, лучше. Это первое. Второе мы выучили, что значит похороны для еврейского народа. И когда ищут место специально. Как это важно. Уважение к телу после смерти. Вскрытие от этого, да. Или, не дай бог, кремировано, как оно запрещено и так далее. Да. Что есть нашама. И потом мы учим тоже, что это все, да, для жизни тоже. Спасибо. Окей. Спасибо, Раф. Есть ли вопросы у присутствующих? Хорошо. Пока народ думает, я одно маленькое. То, что у меня было в голове. Был такой заголовок. А мне он запомнился. То есть, про отец Авраама, основатель. Да. От Ханан Порад, по-моему. От Ханан Порад, да, 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 да. Это, ну, то есть, как бы, Араф сегодня очень интересно осветил вот эту вот всю тему, связанную с отличием еврейского подхода к душе, к неизменности душе, к вечности душе, по сравнению у народов мира, как это было у хитейцев. Но вот с другой стороны, сама, как бы, идея покупки, покупки, вот такой гикий акшанут, который был у Абрама Абима для того, чтобы купить именно за деньги и все, свидетельствует о том, что это было не решение какой-то частной проблемы, купить какое-то место для того, чтобы захоронить и все. А это действительно вложение, это, ну, в каком-то смысле похоже на то, что действительно, как как в 20 веке, правильно? Сто процентов, конечно. Нам обещана земля и так далее. Это не говорит, что мы не должны делать действия, покупать. Эти земли, а, эти земли наши, наши, если они наши, что нам покупать, надо отобрать. Мы платим, мы делаем, да, и видим, что это, наоборот, митцву. Сто процентов. Окей, спасибо огромное. Псуротово, время тяжелое, будем надеяться, будем надеяться, что все будет. Коль ле то ва. Коль ле то ва, да, тяжелое время, ужасно тяжелое время. Шаву а то ва, тадаба, до свидания. Всем счастливо, Псуротово, пока.